Добрый день, уважаемые подписчики и дорогие гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. Меня зовут Татьяна. Мой сад находится на западе Подмосковья. И вот уже более 20 лет я выращиваю розы, клематисы, лилии и, конечно, гортензии. Гортензии древовидные, метельчатые и, конечно, крупнолистовые. Крупнолистовые гортензии требуют к себе особого внимания, но и благодарят прекрасными цветами. Крупнолистовая гортензия завораживает своим цветением с начала июля и до конца сентября. Но чтобы обеспечить пышное цветение в следующем сезоне, нужно сохранить побеги нынешнего года. Ведь у крупнолистовой гортензии цветы образуются на прошлогодних побегах. Вот они, цветочные почки, уже очень заметны. Кажется, если бы погода позволила, они бы начали расти и показали нам новые бутоны. Но цветочные почки очень боятся отрицательных температур. Поэтому до наступления устойчивых заморозков нужно укрыть гортензию. Но для начала нужно провести легкую, косметическую, санитарную обрезку гортензии. Я срезаю все шапки цветов. Хотя кто-то оставляет эти шапочки зимовать. Все больные, желтые, усовшие листья я обязательно удаляю. С нижней части побегов я их снимала еще в сентябре. Верхние здоровые листья можно оставить. Они будут защищать наши цветочные почки. А вот с побегами нужно хорошо разобраться. За лето у гортензии вырастает много новых молодых побегов. Есть мощные, сильные, с палец толщиной. А есть слабые, тонкие, небольшие побеги. Побеги, на которых не появилось новых молодых побегов, нужно вырезать пеньки, мы не оставляем. Весной я удалю и побеги, которые низко расположены к земле. Но сейчас, на зиму, я их сохраню для того, чтобы было питание для корней. И, конечно, я удаляю прошлогодние побеги, непродуктивные. То есть те, которые не дали хороших, мощных, молодых побегов. И, разумеется, побеги трехлетние тоже я удаляю. На них могут сохраняться споры патогенных грибков, а также насекомые, вредители и их личинки. Все крепкие, здоровые, молодые побеги без признаков заболеваний я сохраняю. Удаляю только самые тонкие и маленькие, которые все равно погибнут зимой. Во время формирующей обрезки весной я оставлю 8-10, ну максимум 12 побегов. В центр куста я насыпаю свежей земли, можно компост или торф. А чтобы утеплить корневую систему, присыпьте к хвойным опадам. Хвойный опад не только утепляет корни, но и постепенно разлагаясь, окисляет почву. Ведь гортензия любитель кислых почв. После подготовки побегов обработайте их медсодержащими препаратами. Например, абегопик, ордан или бордовская жидкость. Побеги гортензии на зиму нужно уложить. Но чтобы они не лежали на голой земле, я подкладываю лапник. У меня есть оттуй. Можно использовать любой другой от можжевельника, сосны, ели. У этой взрослой гортензии очень много новых молодых сильных побегов. Я их пока оставляю, хотя весной, скорее всего, наполовину я ее обрежу. А сейчас я связываю побеги в несколько пучков и пригибаю к земле. Молодые побеги гибкие и легко поддаются. Закрепляю на этом уровне. Позднее можно опустить пониже. Они привыкают к этой позиции. А вот теперь нужно непосредственно утеплить нашу гортензию. У меня есть мешки с сухими листьями. К сожалению, у меня береза. Лучше бы это был дуб. Закрываю весь куст с мешками. А сверху ставлю дуги для того, чтобы натянуть панбонд. Если у вас не нашлось ни березовых, ни дубовых листьев, воспользуйтесь шапками метельчатой гортензии. Я так тоже делала. Они хорошо утепляют. На зиму я укрываю двумя слоями спанбонда плотностью 60. Наверху прикрепляю пленку, чтобы влага не проникала под укрытие. А при наступлении устойчивых морозов пленку обязательно снимаю. Тогда снег будет оставаться на укрытии и утеплять гортензию. Для хорошей зимовки почва должна быть влажной. Поэтому перед укрытием полейте гортензию. Я показала вам, как будут укрыты мои гортензии зимой. Но сейчас, в середине октября, температура воздуха позволяет еще укрывать только одним слоем спанбонда. Однако нельзя оставлять гортензию без укрытия, если ударит мороз. Ведь при температуре минус 3 градуса цветочные почки замерзают. И цветения мы можем не дождаться. Дорогие друзья, поделитесь в комментариях о своих способах сохранения гортензии в зимний период. Если у вас остались вопросы, задавайте, я на них обязательно отвечу. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было вам полезно. Гостей канала приглашаю подписаться. Уважаемые подписчики, я благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна. На канале Розовое Хобби. Розовое Хобби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова